Обещали солнце Что ж теперь кричать? Недвучить или писать жалобы? Главное, на кого? На кого жаловаться? На Бога? Это он раньше был. Может, на бюро прогнозов. Оно, конечно, сейчас есть. Только Бога на них нет. Так что спокойно, спокойно надо жить. Без напряжения. Это правда, что у каждого человека от рождения 2 миллиона нервных клеток. Это ж только на первый взгляд. Давай с тобой посчитаем. Магазин зашел, клетки как не бывало. Ремонт сделал еще 500 клеток долой. С женой поговорил, это уже тысяча. А ведь нервные клетки, они же не восстанавливаются. Даже за деньги, которых у тебя, кстати, тоже. И поэтому выход такой, полный, покой. Каждый вечер 10 капель валерьянки, а по утрам стаканчик обезжиренного кефира. Очень успокаивает. Ты пойми, что у человека в жизни одна задача – дожить до пенсии. И все. Ничего не надо принимать близко к сердцу. Подумаешь, тебя плохо покормили в столовой. Ну и что? Жив остался. Слава Богу. Зачем же сердиться на повара? Повар, ведь он ни в чем не виноват. Нельзя приготовить хорошую еду из плохих продуктов. А хороших продуктов у него нет. Он их давно домой унес. Потому что повар тоже человек. Он не может есть то, что нам с тобой приготовил. Он хочет дожить до пенсии. Или, например, на тебя кричит твой начальник. Ну и что? Он кричит. Он кричит, а ты себе считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Он кричит. Ты спокойно. У него уже сердечный приступ. А ты еще считаешь. И так досчитаешь до миллиона, у тебя будет другой начальник. Ой, в любой, в любой, даже в самой безвыходной ситуации всегда есть минимум два выхода. Надо только найти правильное. В этом все дело. Сейчас тебе все на конкретном примере объясню. Вот ты и после работы с пачкой пельменей заходишь в троллейбус. Ну, обстановку в троллейбусе, знаешь, люди слиплись, как пельмени в пачке. Ты берешь за четыре копейки билет, троллейбус дергается. Ты не наружу, ты случайно наступаешь кому-то на ножульку. И не то, чтобы на левую, не то, чтобы на правую, на обе сразу. И человек, которому ты на жульке отдавил, тебе говорит, что ты дурак. Вот у тебя уже два выхода. Сразу сойти или ехать дальше. Я бы, например, сразу сошел. Но ты ведь богатый, тебе клетки нервные не жалко. Ты едешь дальше. Уже как дурак. Потому что у тебя еще раз есть два выхода. Промолчать или в ответ ему сказать что-нибудь более интеллигентное. Например, что он сам дегенерат. Хотя дегенерат тоже самое, что дурак, только с высшим образованием. Но ты молчать не можешь. Ты говоришь, что он дегенерат. Теперь у него два выхода. Дать тебе по морде. Или съездить тебе по физеномии. Выбор не богатый. Но, как говорится, чем богатый, тем и бьем. И у тебя уже последний раз два выхода. Потерпеть и сойти на следующий. Или сейчас стукнуть его чем-нибудь тяжелым. Например, пельменями. Терпеть ты уже не можешь. Ты его бьешь. Поднимается крик. Шум приходит милиция. Ты родная. Она вообще тут как тут. И вот за драку в общественном месте с тебя берут штраф 25 рублей. Теперь вспомни, с чего началось. С того, что тебя назвали ДУ-РА-КОМНЫЙ, что ли. И что, если б ты меня послушался и сразу бы сошел, тебе бы это стоило 4 копейки. Теперь тебе это стоит 25 рублей. Что ж ты обижаешься? Тебя правильно дураком называют. Умный давно сидит дома и кушает пельмени. Так что не надо, не надо биться головой об стенку. Стенки на это не рассчитаны. Будешь биться головой об стенку, раз будешь соседа в другом подъезде. Ты можешь со мной не соглашаться, можешь со мной спорить, бороться, жаловаться, сюда ходить, сюда даже туда ходи. Я ж не спорю, правду ты найдешь, а вот здоровью ты. Хочешь жить долго – рецепт простой. Десять капель и стаканчик обезжиренным кефиром. И все. Будешь как я. Десять капельной соседа Рецепт простой.